Здравствуйте! Как Вас зовут? Ольга. Сколько Вам лет? 52. Вы давно у нас занимаетесь? Полтора месяца буквально. А есть какие-то хронические заболевания? Ну, возраст такой, что уже куча хронических заболеваний. Более того, у меня такая обширная танцевальная история. Там, как правило, здоровье не бережется. На втором месте, естественно, от всех вращений головой, от нагрузок на связки на суставы уже появились. Серьезные такие проблемы с шеей, с плечевым, с плечевыми суставами. Даже было какое-то время, что подвижность руки очень сильно нарушилась. Были сильные боли в шее. Полтора месяца, и я пройду как в казенах. То есть у меня все прошло, практически все прошло. Я сама удивлена. Я даже не верю этому результату. Я думаю, случайность, но понимаю, что случайность не случайна. То есть это явно результат от тех занятий, которые я здесь получаю. То есть Вам нравится? Если я здесь, конечно, нравится. Что бы Вы хотели пожелать тем, кто не занимается и ничего не знает об этом направлении? Я бы пожелала им, во-первых, узнать, во-вторых, прийти сюда и здесь узнать, а во-третьих, попробовать на себе. Потому что сейчас, конечно, палитры очень богаты, представляют нам всякие фитнес-клубы и прочие на любой вкус и цвет. Но по-настоящему оздоровительных практик крайне мало. Я считаю, что это чуть ли не единственная действительно оздоравливающая практика, которая по любому возрасту, по любому уровню физической подготовки. И самое главное, что она бережет здоровье в первую очередь. А все остальное от людей в втором плане. Это сейчас очень актуально. А скажите, вот существует мнение, что кунг-фу – это только боевое искусство. Вы что-то можете сказать для людей, которые не знают ничего о слое кунг-фу? Вы же кунг-фу занимаетесь? Ну, на самом деле, когда я сюда пришла, я тоже считала, что кунг-фу – это боевое искусство. Я даже думала, ну, вообще нужно ли мне это, но таковые боевые искусства не привлекают настолько серьезно. Но когда я пришла сюда, я обнаружила, что то, о чем я давно слышала и знала, но думала, что это где-то там, что оно присутствует и здесь. То есть в любой восточной боевой практике всегда есть надстройка. Ну, не всегда, а, видимо, вот в правильных практиках есть надстройка, которая нижним уровнем дает боевое искусство, но верхние уровни содержат глубокую философию, глубокую методику. Здесь, насколько мне объяснили, это методика с шестнадцатого века, да? С шестнадцатого века нашего времени. То есть это достаточно древняя техника. Если она пережила такое количество времени и сохранилась, значит, она работает. Потому что все, что не работает, оно постепенно отмирает. То есть в кунг-фу здесь просто нижний уровень, как бы физкультура, ну и, может быть, больше шоу, занятия для шоу для детей, наверное, которым весело, которые еще играют. А для взрослых здесь огромная база серьезных упражнений для тела, для сознания, для духа, не побоюсь этого слова. И изучать это, по-моему, можно бесконечно. То есть это огромный потенциал для любого человека. Ему здесь не будет скучно, он всегда найдет что-то для себя, развиваться как личность, как сознание, как тело в том числе. Вы можете как-то сравнить то, чем Вы занимаетесь, с фитнесом? Ну, в первом приближении по внешнему виду тот, кто вообще ничего не понимает, он может прийти и сказать, ну тут тоже что-то руками машут надо. Но на самом деле это вообще не фитнес, потому что я занималась фитнесом различными видами аэробики, других там физических нагрузок. Там весь упор делается на мышцы, на сброс лишней энергии. Эта техника принципиально противоположна, она ставится и задачей не сброса энергии, а накопления, разумное распределение и использование. То есть это техника, в отличие от фитнеса, не разрушающая, а создающая. Это самое главное преимущество этой техники для меня, например. Можете Вы что-нибудь сказать о своем преподавателе? Ну, мне повезло, преподает у меня мастер. Собственно, пришла я сюда именно потому, что случайно, перебирая видеоролики на ютубе, увидела видео с мастером. И меня настолько заворожил вот этот потенциал, этот ореол вот той силы, о которой я говорила, что я просто не могла не прийти. Поэтому я считаю, что мне очень повезло. Я никогда не верила, что в нашей стране может быть действительно среди нашего населения вырасти мастер со всеми вот восточным стилем, подачей и восточным духом, который он несет в занятия, передает это ученикам. Поэтому я в восторге. Спасибо Вам за интервью. Вы что-нибудь в конце нашей беседы можете дополнить? Я бы хотела всех пригласить сюда, сомневающихся, не сомневающихся, тех, кто еще не нашел для себя что-то, тех, кто ищет и тех, кто даже нашел. Просто прийти попробовать, ведь попробовать что-то новое – это всегда хорошо, ты всегда развиваешься, попробуешь что-то новое, а не устоявшееся. Мне кажется, это самое перспективное сейчас направление, потому что оно охватывает и здоровье тела, и здоровье сознания, и здоровье духа. В наше время это самое важное. То есть человек должен эволюционировать и должен гармонично вписываться в ту среду, в которой он живет. Мне кажется, эта техника, она просто создана для этого. Спасибо Вам. Спасибо, что посещаете наш центр. Вам спасибо.